В этом году коронавирус и всемирная пандемия внесли свои коррективы. Все массовые мероприятия отменены, а ведь каждый год розыгрыш среди подписчиков газеты проходил во время городского празднования Дня Шахтёра. И чтобы не оставить читателей без подарков, было принято решение провести розыгрыш призов в прямом эфире на канале ТНТ Ленинск. Главный приз – путёвка в Белокуриху от туристического агентства «Тысяча дорог». Итак, кто у нас счастливчик? Кому досталась путёвка в Белокуриху? Да-да-да-да! Волнуюсь! Волнуюсь, да? Петрова Евгения Валерьевна. Поздравляем вас! Мы поздравляем Евгению Валерьевну. Осенние дни она может провести в лучшем городе-курорте страны. Евгения Петрова сегодня пришла в нашу редакцию. О том, что победила в розыгрыше призов, не верила до последнего. Евгения, от всего коллектива газеты Деньский ТВ поздравляем вас. Вы стали победителем и обладателем главного приза – розыгрыша ЛТВ-шек 2020. Желаем вам приятного отдыха, новых впечатлений и, конечно же, участия в нашем следующем розыгрыше. Программу «Прямой эфир» в четверг Евгении посмотреть не удалось. О том, что она выиграла путёвку в Белокуриху, ей рассказала подруга по телефону. Ленинск-Кузнечанка впервые решила принять участие в таком конкурсе. Собрала целых пять комплектов купонов, а это 250 ЛТВ-шек. Участвую первый раз. Ну, как бы, наша коллега одна, она участвовала в том году и выиграла несколько призов сразу. И я бы подумала, ну почему бы мне не попробовать. До последнего не верила, наверное, вот пока сюда не приехала сегодня. Вы получили главный приз, да, путёвку в Белокуриху. Были ли вы там хоть раз? И что ожидаете от этого отдыха? Нет, в Белокурихе я не была никогда. Как бы отдыхали родители, отдыхали и лечились. Всегда были очень положительные эмоции от поездки в Белокуриху. Но чего, я, наверное, тоже ожидаю этих же положительных эмоций от поездки, от отдыха, от лечения. Вот так чтение полезного печатного издания газеты Ленинск-ТВ принесло в жизнь Евгении Петровой новые яркие эмоции. Всего от газеты было разыграно порядка 40 подарков и множество поощрительных призов. Участвовать я, конечно же, буду продолжать, потому что это уже прям как бы подстёгивает, да, уже этот выигрыш, естественно. Ну а всем остальным, которые не выиграли или которые ещё впоследствии захотят участвовать в этом розыгрыше, я могу только пожелать не сдаваться. Выигрыш всё равно когда-то у человека будет, должен быть обязательно. Вот так разовая акция, которую 15 лет назад организовал творческий коллектив нашего печатного издания, выросла в добрую традицию и стала неотъемлемой частью главного праздника нашего региона – Дня Шахтёра.